Привет, мои дорогие друзья! Ну что ж, пришло время обсудить тему альбомов для монет. Значит, в России выпускается очень интересная серия монет, посвященная Великой Победе Второй Мировой Войны. И, значит, для этой серии монет выпускают достаточное количество альбомов для этих монет. И сегодня я хочу с вами обсудить и выбрать самый лучший альбом для этой серии монет. Я, в принципе, определился, но вам все равно хочу показать три варианта альбомов, которые наиболее интересны. Значит, первый альбом это от фирмы Монетос. Я знаком с автором этой фирмы. Это человек, с которым я когда-то разрабатывал такой альбом. Значит, расскажу о плюсах и минусах каждого альбома. А вы путем голосования будете писать в комментариях типа ну, один, то есть первый, вот это первый будет, да, потом два, типа второй, и три, третий вариант альбомов. И таким образом мы с вами вместе выберем, и вы для себя выберете как бы наиболее лучший и удачный альбом для такой серии монет. Значит, вот так выглядит этот альбом для монет 25-ти рублевых. Также сюда входит еще 10-ти рублевая монета. Это его обложка. Вот так он разворачивается. Здесь вот количество этих всех монет. Нарисованы, видимо, ну, сами авторы произведений тех оружий, которые уничтожали врага. Вот здесь такой разворот. Информация, текст, есть что почитать. Такие вот необычные картинки. В принципе, альбом качественный, крепкий. Монета сделает достаточно хорошие качественные альбомы. Материал твердый, он не разваливается. Крепкий, очень устойчивый. Хороший картон, ламинированный, приятно выглядит. И есть некая информация, которую можно почитать. Здесь QR-код какой-то, видимо, об этих монетах рассказ идет. Ну и вот так вот он оформлен. То есть здесь тоже есть какая-то информация, которую можно почитать. Вот такой альбом. Значит, это первый вариант. А, кстати, я не сказал самый главный минус этого альбома. Значит, здесь нарисована Георгиевская ленточка. В Украине запрет на Георгиевскую ленточку, на ее ношение, распространение и так далее. И такой альбом под запретом в Украине. То есть этот альбом невозможно будет привести через границу законно. То есть если у вас его найдут, есть огромная перспектива иметь серьезное движение с таможенниками. Поэтому такой альбом очень опасно и нежелательно везти на территорию Украины. Потому что реально могут быть серьезные проблемы из-за вот этих нарисованных георгиевских ленточек. Это, понятно, медали. К этому претензий и проблем нету. А вот именно к этой ленте могут возникнуть серьезные вопросы. В этом минус самый главный этого альбома. Потому что он пойдет на все СНГ, кроме Украины. А в Украине достаточно много людей собирает монеты России. Следующий альбом, который меня удивил, выпускает его Госзнак России. То есть это конкретно та контора, которая делает разные альбомы для монет официальные. То есть это официальный российский альбом для монет. Он выглядит таким образом. у него здесь вот такая запаечка. Он идет в пленочке упакованный. Это тоже приятно. И в этом альбоме есть жетон. Жетон от Госзнака. То есть это по идее Московский монетный двор. Сейчас мы посмотрим, есть ли там логотип. Вот так выглядит. Здесь тоже могут возникнуть проблемы, потому что 75 цифра выполнена Георгиевской ленточкой. Это, конечно, не сразу и не всем заметно, но если захотят, могут прицепиться. Поэтому такой альбом в Украину тоже немного стрёмно вести. Несмотря на то, что это официальный, то есть именно официальный альбом. Вот здесь есть логотип Госзнака. Вот так вот все здесь расписано. Символика СССР. Он достаточно тяжелый. Тоже интересная информация расписана. Симпатично сделанный. Раскладка очень хорошая и качественная. Так смотрим обратно в сторону этого жетона. Да вот Московский монетный двор. Вот логотип есть. То есть это официальный жетон Московского монетного двора. Тираж этих альбомов я не смог уточнить. Выглядит он очень качественно. Не смотрел еще есть ли тут место для 10-ти рублевой монеты посвященная 75-летию победы. Вот тоже много текста много информации сделан тоже достаточно качественно. Когда альбом забьется всеми монетами он будет очень тяжелый поэтому качество альбома должно быть на высоте. Этот альбом реально крут очень качественно сделанный молодцы постарались то есть это как официальный альбом допустим НБУ делала для всех областей Украины но этот альбом намного круче чем делала НБУ для областей Украины. Вот такой вариант номер два поэтому голосуйте если вам понравилось. Тут действительно интересно что здесь есть жетон от госзнака это интересно. Третий вариант альбома который на мой взгляд наиболее крутой вот так это выглядит тоже в такой упаковочке и вот сам альбом но помимо альбома здесь еще есть кое-что сейчас я вам покажу значит смотрите здесь нету георгиевской ленточки это уже радует на территорию Украины такой альбом уже можно привести вот такая раскладка здесь есть место под 10 рублевую монету вот здесь картинки с фотографии этих авторов тех или иных орудий которые были изображены на монетах он темный но при этом значит следы пальцев рук грязных и так далее на нем видны не будут достаточно в таком черно-белом как бы стиле выполнен то есть как мы в принципе вместе с вами помним в основном все в черно-белых тонах это события второй мировой войны и самое главное здесь как бы в комплекте идет это просто ну я считаю одно из лучших вообще решений целая книга про всех этих авторов которые изображены на монетах тех или иных оружий представляете то есть вот целая книга описание по каждой монете того или иного орудия которое представлено на монетах и даже которое будет представлено то есть не все же монеты еще вышли вот такой идет как бы набор вот это третий вариант то есть это все вот так вместе идет я считаю это одно из лучших вообще решений именно по альбомам но вы конечно я хочу чтобы вы проголосовали также здесь еще идет вот такой буклет видимо фирма рекламирует себя что она там делает еще или еще не знаю ну вот еще вот так вот два каких-то буклетика идет по ценам я буду писать позже в сообществе чтобы ну когда вы определитесь допустим я в Украину поеду и если кому какой интересен альбом кроме вот этого этот альбом сразу говорю я везти не буду в Украину потому что ну я как бы очкую мне проблемы на таможне не нужны поэтому этот альбом будет для других стран СНГ продаваться а вот такой альбом и в принципе на страхе риск такой альбом можно попытаться привести но этот вот с этим альбомом проблем на территории Украины не должно быть потому что здесь нет запрещенной символики в Украине декоммунизация я считаю это полным обредом и абсурдом это наша история и она не сравнится с тем что творили нацисты поэтому я считаю лично мое мнение не должно быть такого преследования коммунистической символики и так далее потому что это огромный период времени нашей истории и он относительно нацистской Германии гораздо позитивнее потому что если сравнить то что делали нацисты и то что делали Советы это ни в какие ворота не влазит потому что извините но из кожи людей одежду и вещи в Советском Союзе не делали ну и я не буду больше там рассказывать о зверствах но разница колоссальная поэтому невозможно сравнить два этих режима это мое мнение а вот насчет альбомов то здесь пожалуйста выбирайте голосуйте мне очень интересно ваше мнение мое мнение что вот этот альбом побеждает и этот альбом стоит ну вот этот как бы набор он стоит немножко дешевле чем госзнаковский несмотря на то что здесь есть жетон но я бы вот честно настолько мне нравится и этот и этот альбом что я бы даже себе два взял просто два заполнил бы монетами и вот так два бы их и положил потому что тут реально идея с жетоном интересная то есть хочется взять этот альбом заполнить а здесь есть книга это ну прямо знаете как Витсон разрывается между Мургуновым и Никулиным помните это видео вот так же и я сейчас а какой же взять и я понимаю что мне допустим надо два поэтому голосуйте в комментариях мне очень интересно ваше мнение какой из этих альбомов вам больше всего понравился скажу сразу что вот этот альбом самый дешевый этот альбом на втором месте по цене этот альбом на третьем месте по цене то есть это самый дорогой этот чуть дешевле этот самый дешевый вот выбирайте в принципе они все по качеству очень хорошие эти альбомы тут минус что в Украину ну в принципе нереально вообще его вести это на свой страх и риск слишком ну как бы ну слишком выразительно то есть даже выставить на продажу его в интернет уже могут прицепиться там всякие волонтеры так сказать вот а этот альбом интересен тем что здесь есть очень на мой взгляд интересная информация ну я с удовольствием люблю читать книги и я бы такое почитал также сам альбом сделан без всякой такой символики которая может возникнуть ну ну вы поняли короче в Украине не могут возникнуть вопросы по этой символике здесь потрясающий сам жетон потому что тираж я думаю не очень большой плюс жетон официальный московского монетного двора там нарисован танк возле ну прямо в Берлине то есть это действительно интересно ну цена альбома конечно немножко дороже чем все остальных но он того стоит и имеет место на жизнь поэтому пишите в комментариях какой альбом вам понравился больше всего мне очень интересно ваше мнение выбираем вместе что же вам больше понравится подписывайтесь на канал всем удачи пока пока